приветствую в данном видео я попробую сделать перенос кивстар есть им уже активно и работающие в одном телефоне в другой аппарат в данном случае если iphone и прошивка 16 то есть более новое то это предоставляется прямо самой операционной системой просто перенос с одного телефона на другой но хотя услуга у кивстара уже это работает достаточно давно и уже 23 год все так же никакого прогресса в флане смены сим-карты нет то есть например если я хочу поменять аппарат то мне надо будет делать переход на пластиковую карточку это надо будет идти к оператору представителю в кивстар или покупать саму отдельно новый стартовый пакет после чего его делать уже перенос через восстановление сим-карты в общем куча лишних шагов и это для абонентов именно предоплаченной формы обслуживания для абонентов контрактной формы обслуживания или корпорации там уже есть другие действия и там уже обязательно общение с представителем возможно по телефону итак восстанавливаю сим-карту получаем соответственно уже пластик мой номер телефона и действуем дальше уже по старой схеме уже которая была уже мной так же озвучена и показан итак мы эту сим-карту устанавливаем в любой телефон который может принять звонок но это будет уже другой телефон не тот на котором мы будем использовать e-sim то есть в есть телефон который использует e-sim мы устанавливаем приложение мой киевстар выбираем раздел e-sim нажимаем ну то есть информацию читаем по e-sim что это такое если будет интересно можно будет подробности посмотреть как восстановить этот номер при необходимости как вы где-то ли где начали вот после чего нажимаем рост по чаты то есть мы начинаем процедуру активации но для этого на телефоне нужен нам вай-фай на этом телефоне на новом нужен нам вай-фай он нам предупреждает что мы его включены от сети все данные будут удалены и так далее теперь мы на старом телефоне ожидаем звонок на тот на старый пластиковый на старую пластиковую сим-карту будет звонок от робота который непосредственно проведет процедуру такую быструю идентификации нас как что мы действительно хотим делать этот переход и что мы являемся в общем как бы носителями этого номера и что мы вот как бы его используем итак пробуем вот у нас поступает входящий звонок с номера киевстар переход на е7 в додатку ми киевстар если вы инициировали эту дею нажмите 1 если вы не подавали заявку на замену 7 это может быть шахрейство обязательно нажмите 2 пожалуйста сделайте ваш выбор после подтверждения вашу старую сим-карту будет отключено а номер автоматично перенесено на е7 список контактов вот принципе теперь только ожидать потому что в целом при нормальном работающим вайфая система будет полностью передавать данные о том что этот номер киевстара теперь будет находиться на е7 этого нового мобильного аппарата в целом все происходит активация после чего обычная как будто мы вставили просто сим-карту те же самые действия те же сам процедуры весим еще есть возможность добавлять различные этикетки для своих номеров то есть так это у нас предупреждение о том что может сниматься сумма за активацию и месседж facetime это типа платная как бы функция у айфонов и так мы можем маркер поставить для любой нашей для сообщений выбрать основной номер какой у нас будет там допустим киевстар life vodafone для какой-то другой оператор для каждой услуги мы можем выбирать стандартную функцию которую мы будем использовать для мобильной сети это может быть киевстар или тот второй номер который у нас есть или первый номер одно из выбрать один может быть для звонков 2 для интернета в общем достаточно удобно опять-таки нас напоминание что может сниматься сумма для активации в facetime и аймесседж и так в принципе все услуга активно мы можем использоваться приходит даже вот сообщение что заявка полностью выполнена значит принципе все далее в старом телефоне если вы будете продолжать его пользу использовать а не сбрасывать то остается и сим только в том случае если бы это был например тот же самый лайф то можно было бы оставить потому что можно делать переход туда-обратно без лишних сканирований просто так переносом а так как киевстаре такой функции нет то просто можем удалить чтобы она нас не отвлекала на этом все спасибо